В эфире телекомпания Круг Новости. С обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Неизвестные преступники похитили сына эколога и общественного деятеля, директора национального природного парка Тузловские лиманы Ивана Русева. Похоже, Одесская мэрия хочет стать самостоятельным государством. Общественники, политики, журналисты обвиняют городскую власть в нарушении закона в Украине. На улице Большая Арнаутская ночью неизвестные установили МАФ, перекрыв пешеходную зону. Преступление против семьи ученого и общественного деятеля директора национального природного парка Тузловские лиманы Ивана Русева совершено в селе Маяки. Неизвестные похитили и избили его сына Романа. Полиция официальных комментариев пока не дает. О похищении сына Иван Русев сообщил в фейсбуке. Минувшей ночью на Романа напали 8 преступников и вывезли на лодке. По информации отца, к моменту его приезда на место событий преступная группа увеличилась до 30 человек. Они кидались камнями и угрожали расправой всей семьи. Сегодня похищенного нашли и освободили. На теле Романа обнаружены множественные следы от ударов. Это уже второе нападение на сына известного ученого-эколога. Причины он считает свою активную позицию по защите от территории национального парка Тузловские лиманы от браконьерской охоты и лова рыбы. Многочисленные угрозы неоднократно поступали и в адрес самого Ивана Русева. Похоже, городской совет во главе с Геннадием Трухановым хочет стать независимым государством. Некоторые законы Украины в здании на Думской площади перестали действовать. Оппозиционные патриотические силы Одессы отреагировали на события 14 июня, когда мэрия Геннадия Труханова грубейшим образом нарушила ряд основных законов демократического общества. В день проведения последней сессии Горсовета наша власть еще раз подтвердила. У нее свой закон. Желающих попасть в зал одесситов не пустили. В том числе остались стоять на улице и многие журналисты. По приказу Геннадия Труханова вход перекрыли бойцы его карманной армии, муниципальной охраны вместе с работниками частной охраны фирмы «Зевс». Закон Украины про місцевое соорядувание в Украине и доступ к публичной информации предпочитает, что граждане мают право без перешкодного доступа. Я подкреслю, граждане не только Одесситы, мешканцы территориальной громады, або те, кто прописан в Приморском районе, або те, кто прописан на площади Новосква-1. Все имеют право безперешкодного доступа до заседанных органов местного соорядувания. Что это означает? Это означает, что гражданину нужно только предъявить свой паспорт, что посвящает его особу, потому что он является гражданином Украины, и он может прийти на сессию, быть там присутствием. Также граждане имеют право выступа, и могут обеспечить право выступа. И это право не может быть никаким обмеженным. Права журналистов также гарантированы законом. В Одесской мэрии об этом, видимо, не знают. Сгідно членово законодательства, журналист может собирать информацию, будь какую и будь где, если эта информация не таемна, не служба или не конфиденциальна. Таемная информация есть, если она внесена в звезд ведомости про государственную таемницу. На сессиях и депутатских комиссиях Горсовета государственные тайны не обсуждаются. Следовательно, права журналистов были нарушены. 13 числа меня выводили насильным способом издания Горсовета, тогда, когда я вел видеосъемку, имея на это полное право. И так же самое, 14 числа совместно с другими политическими деятелями, журналистами, общественными активистами не мог попасть в городской совет для того, чтобы реализовать свое законное право. Я хочу отметить главное. Я хочу сказать, что все-таки мы катимся назад. Должной реакции на заявление журналиста в полиции нет. Верные городской власти служители закона даже не изъяли записи камер внутреннего наблюдения, которые должны были зафиксировать факт преступления. Есть вопросы как к Головину, так и к Авакову, так и к прокуратуре, так и в принципе к системе власти, которая у нас установилась в Одессе, ну и естественно к центральной власти. Потому что на территории Одессы законы Украины уже не действуют. На Думской 1 они не просто не действуют, там действуют какие-то криминально-клановые законы. Вот то, что сейчас происходит, это сценарий установления Одесской народной республики имени Геннадия Труханова в Одессе. Именно так все начиналось в Донецке и в Луганске. Одесса стала напоминать какую-то особую, простите, республику, с особыми правилами игры, с особыми какими-то взаимоотношениями. И самое печальное, что те органы державной влады, которые должны по идее реагировать на такие очевидные факты, они никак не проявляют ни своей активности, ни свою позицию. Полицейские, которых на площади было множество, смотрели на происходящее со стороны. Как видно, получили команду не мешать беззаконию. Полиция не осуществляет пропуск граждан на территорию мэрии. Я не вижу, чтобы здесь происходило какое бы то ни было правонарушение. Вызванный на место советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк пытался оправдать бездействие стражей порядка. Правоохранение органов не может включаться в деятельность органов местного самоврядувания. По фактам нарушения законодательства городской властью поданы четыре заявления в полицию от партии и общественников. Расследование не началось до сих пор. Мы квалифицируем произошедшее событие как захват административного здания, потому что общественное здание захватил криминальный клан, не пускал туда ни граждан, ни журналистов. И частичную утрату суверенитета. На этой неделе партия Народный рух Украины выступит в Верховной Раде с инициативой о создании комиссии по расследованию деятельности Одесской мэрии и лично Геннадия Труханова. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания. Представителями ряда СМИ было подано заявление в правоохранительные органы по факту препятствования журналистской деятельности на Думской площади и в самой мэрии 14 июня. Кроме того, о произошедшем проинформированы органы прокуратуры, а также региональный омбудсмен по правам человека. То, что происходило у здания мэрии, как, впрочем, и внутри, в ходе сессии городского совета, кажется, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, в том числе одесских журналистов, вынужденных с боем прорваться на сессионное заседание. Скоро убери! Скоро убери! Не толкайтесь! Подожди, вы будете что-то делать или нет? Что, полиция, что ли? Вызывайте полицию! Почему полиция, да? Вызывайте! Вы что делаете? 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 Ребята, убейте! Аввокураторы! Вы толкайте меня! Я требую вознадержания. Он ударил журналистов. Я требую вознадержания. Закрыты для прохода активистов и средств массовой информации оказались не только центральные двери, но и боковой вход. Препятствия журналистской деятельности. Открывайте двери. Дело столько взялось. И действительно, где настолько журналистов развелось на бедную голову городского головы, который, кажется, вообще не видел нечто из ряда вон в творящемся беспределе, устроенном карманной армией гурсовета. Недопуск журналистов на публичные заседания Геннадий Леонидович объяснил очень просто. Мол, присутствие прессы сильно нервирует господ чиновников. Но действительно, мало ли что может брякнуть тот или иной господин, а эти журналисты возьмут, перековеркают, брякнуты, перевернуты, и выйдет, что в мэрии сидят клоуны, а не серьезные люди. Наличие прессы, съемок, как-то меняет поведение людей. Люди начинают думать, как они будут смотреться в камере, что вырезать, нарезать, какую нарезку показать. Вот если бы журналисты у нас были чистоплотными людьми и вели себя более порядочно, и подавали правду, какая она есть, я считаю, что мы бы открыли все, что возможно. Послушайте, давайте, знаете, мне крайне неприятно, с вами разговаривать. Ну, мало ли кому и с кем не хочется разговаривать. Ведь приходится и журналистам тоже общаться с теми, с кем, может, и не хотелось. Но ведь в отличие от всех остальных смертных, так сказать, городской голова, должность круглосуточная. И с журналистами ему разговаривать все-таки придется. Конечно, хотелось бы не в столь привычной Геннадию Леонидовичу невежливой форме. Даже не стоит это обсуждать с точки зрения политического какого-то лидера, да, и человека, потому что здесь нужно держать себя в руках и в границах. Ну, к сожалению, я могу сказать, что по отношению ко мне тоже было достаточно много раз таких проявлений. Ну, это не делает чести ему и как политику, ни как военному, ни как мужчине, в конце концов. Те же депутаты городского совета считают, что подобные инциденты с недопуском представителей СМИ, как, впрочем, общественников, активистов и прочих неравнодушных граждан Одессы, недопустимы. Здесь есть четкое нарушение законодательства, четкое недоверие к народу, который, собственно, нас избрал. И для меня это недопустимые вещи. Понятно, что есть моменты, которые нужно обсуждать, с которыми не согласны те или другие стороны. Я считаю, что каждый Одессит имеет полное право на открытый доступ до всех заседаний, заседаний сессии горсовета, заседаний рабочих групп, депутатских комиссий. Независимо от того, хотелось бы определенным мэру, определенным лицам мэру, либо определенной группе депутатов видеть тех или иных лиц. Здесь не должно быть ущемление этого права, иначе тогда мы теряем ту публичность, те принципы, европейские принципы, которые на сегодняшний день мы вовсю заявили. Пока же слова нашего городского руководства о европейском выборе сильно расходятся с тем, что происходит на деле. По факту, препятствами журналистской деятельности главным редактором интернет-ресурса «Изберком» было написано заявление в полицию. Недопуск конкретно на такие уже крупные мероприятия, как согласительный совет, как пленарное заседание сессии. Это просто недопустимо. Но то, что произошло во время сессии, это прямое нарушение минимум нескольких статей Уголовного кодекса, в том числе статей 171 по препятствованию законной журналистской деятельности. Уже должно было быть в течение суток начато уголовное производство, сейчас такая формулировка, по статей 171 препятствованию журналистской деятельности. Там указаны конкретные люди? Я, значит, нет, к сожалению, там не может быть указано конкретных людей, поскольку это несколько десятков человек, которые выполняли физический недопуск журналистов и одесситов на сессию городского совета. Почему митинг, который был за стенами мэрии, стал предлогом для недопуска журналистов на сессионное заседание? Ведь, согласитесь, предлогов, по которым журналистов велено не пущать, развелось слишком уж много. Если не митинг, то минирование. Если не минирование, то просто нежелание чиновников светиться на видео. Тревожит больше даже не то, что произошел конкретно этот случай, а то, что это становится очень тревожной тенденцией. Потому что уже вторую сессию подряд, в прошлый раз было минирование, в этот раз был митинг, из-за которого не пускали, как можно из-за митинга, который проходит на улице, не пускать журналистов за недопуска. Это для меня абсолютная заданка. По муниципальной охранке вообще много вопросов. Не успели на последней сессии выделить им 7 миллионов на дубинки, как те уже оказались в их руках. То есть и здесь в мэрии законы обходят. Вообще деятельность этого КП вызывает определенные вопросы. Ну и третья категория лиц, это самое интересное, это вообще частное охранное агентство, группа компаний «Зевс», которые, собственно, стали внешним кольцом возле центрального входа в здание городского совета и не пускали, пытались не пускать никого. Я считаю, что в данном случае наказаны должны быть все три категории лиц. В первую очередь, те люди, которые отдавали им распоряжение о подобном недопуске. Я уверен, что о действиях муниципальной охраны знал как руководитель КП, так и руководитель Департамента муниципальной безопасности. И судя по ответам городского головы, он также знал о действиях КП. А вот деятельность частного охранного агентства удивила даже его. Вот это уже какой-то вот просто у нас сюрприз за сюрпризом. Однако его реакция и заявление о том, что мы и не будем никого пускать, потому что журналисты нечисто плотные, еще что-то, ну это полное просто нарушение любых вообще общепринятых как мировых норм, да в принципе уже и украинских. Соответствует ли все происходящее в Одессе европейским стандартам, мы узнаем очень скоро. Избиркома был проинформирован региональный бутсмен по правам человека, а также журналисты заручились поддержкой Института развития региональной прессы, где их интересы будут представлять международно признанные медиа-юристы, которые уже выигрывали дела в Европейском суде по правам человека. Спустя почти месяц от официального открытия Потемкинской лестницы после так называемых работ по ее реконструкции стали возникать все новые вопросы по поводу хода самих работ, а также затрат на них. Ремонт Потемкинской лестницы и все новые вопросы, на которые получить ответы от одесских чиновников, не удается. По крайней мере пока. Все мы знаем, что официально на реконструкцию достопримечательности ушли 15 миллионов бюджетных денег, которые были перечислены на счет компании, выполнявшей работы. Однако на итоговом отчете выполнения программы социально-экономического и культурного развития Одессы на 2016 год вдруг вылезла совсем другая цифра. И по факту на ремонтные работы было израсходовано в два раза больше. Я увидел очень интересные такие факты, которые вот сейчас мы более детально будем изучать, но вот по самым таким внешним признакам, интересный момент связан с ремонтом реконструкции Потемкинской лестницы, когда одна из сумм, там порядка 15 миллионов с копейкой, вошла в программу, помню, такая многострадальная программа сохранения и вхождения в ЮНЕСКО нашего города, отдельных, так скажем, территорий, ареалов, и там фигурирует 15 миллионов. А что касается капитального ремонта прохода под Потемкинской лестницей между двумя парками, греческий и стамбульский, там по-старому лунный, пионерский, то там фигурирует 13 миллионов, и непонятно, где эти деньги были отображены. Получается, управление капитального строительства спрятало, будем говорить мягко, от общественности почти 14 миллионов гривен. И в разумительного ответа, откуда была взята эта сумма, начальник управления Борис Панов дать не смог. Ответить он мне не смог, но то, что сказал, вернее, он мне ответил, но этот вопрос, вернее, этот ответ меня абсолютно не удовлетворил, потому что не хочу его обидеть, мне кажется, он абсолютно неквалифицированный, потому что он сослался на какую-то программу, городскую программу по строительству. Но такой программы нет на самом-то деле, есть масса программ, такой программы нет. И я буду готовить от себя, как депутата, запрос к господину Панову, пускай он мне проинформирует, когда эта программа была принята, каким органам, может быть, это не Одесским городским советом, каким-то другим органам местного самоприятия, может быть, другого города, какая сумма выделена на осуществление этой программы. И, собственно говоря, откуда взяты эти 13 миллионов гривен. Десятка миллионов больше, десятка миллионов меньше, да уж наши чиновники, на удивление, неэкономно расходуют столь дефицитные бюджетные средства. И главное, что никаких тебе документов, никакой тебе проектно-сметной документации, которую не видят не только обычные деситы, но и сами депутаты городского совета. И это тоже не может не вызывать массу вопросов, ведь случай с Потемкинской совсем не единственный, когда отчитаться о потраченных деньгах чиновники не в состоянии. Ну а сами вопросы, на что конкретно они были израсходованы, вызывают негативные отношения со стороны городского руководства. Так, в ходе последней сессии депутат Анна Познякова задала вопрос о расходовании бюджетных средств на проект новой мэрии на Краяне. В ответ получила массу негатива со стороны городского головы и упреки, что, мол, некоторые депутаты не хотят, чтобы чиновники работали в хороших условиях. Я не считаю, что реакция была абсолютно адекватной, потому что, когда депутаты задают вопрос, сколько денег тратится на те или иные городские нужды, проблемы, решения проблем, то депутат вправе спросить. И мне как раз кажется, что и городской голова, и городские чиновники обязаны четко предоставлять информацию, а не переходить на какие-то личности, либо переводить все риторикой, что кто-то против того, чтобы кому-то жилось лучше. Перекручивание, передергивание и демонстрируемый некоторыми чиновниками непрофессионализм заставляют сомневаться и в том, что вышеозначенные бюджетные миллионы действительно тратятся на благо одесситов, а не идут в карман власть имущих. На улице Большой Орнаутской рядом с домом-памятником архитектуры прямо на пешеходной зоне появился очередной МАФ, рядом с которым красуется поваленная электрощитовая. Подробнее в нашем сюжете. Очередное благоустройство нашего города Патрухановский. Очевидно, в мэрии считают, что МАФы абсолютно не портят внешний облик исторического центра города и поэтому устанавливают их, где им захочется. Так, очередной такой шедевр появился на улице Большой Орнаутской, перекрывая фасад памятника архитектуры. Примечательно, что при установке такого была повреждена тротуарная плитка, восстанавливать которую никто не собирается. Место такое здесь специфическое, очень перекресток, очень оживленный, большое движение, маршрутки, трамваи, троллейбусы. И вот это просто перекрывает, не видно даже, как переходить дорогу. Очень мешает эта вот будка стоит в неудачном месте. Потому что здесь вот не видно, где поворачивает оттуда машина, где отсюда, где маршрутки. То есть просто опасно. По словам местных жителей, судьба этого мафа довольно печальна. Совсем недавно он стоял на другой стороне улицы, недалеко от остановки общественного транспорта. Но, видимо, место там оказалось не такое прибыльное. И вот теперь его переместили сюда. Причем самое удивительное, что сделали это под покровом ночи. Выгрузили вот этот ларек ночью. Без всяких бумаг, без ничего. Это памятник архитектуры, наш дом. Я плачу за рекламу целую кучу денег. Без всяких оснований поставили. Все обращения жителей в городские службы по поводу законности установленного павильона оказались безуспешными. Вы, когда-то куда-то обращались? Да, я звонил в управление торговли, звонил в памятник архитектуры. Управление торговли вообще трубку не берет в течение двух месяцев. Никакие органы не задействуют. Никто ничего не хочет делать. И просто стоит. А владельцев этого мафа будущих еще так не видели? Нет, не видел никого. Обещали привезти бумаги, но никто ничего не привез. А что сказали в управлении градостроительства и архитектуры? Ничего. Сказали управление торговли этим занимается. А управление торговли полностью никуда не отвечает? Вообще трубку не берет. Помимо мафа, установленного непонятно кем с какой целью на пешеходной зоне, уже не первую неделю лежит опрокинутая электрощитовая, перекрывая половину тротуара, что представляет собой огромное неудобство для пешеходов. Вот это лежит уже два месяца, и никому нету дела до этого. Очень мешает, очень неудобно, потому что вход в магазин, как бы и это, и перекресток получается, и дети, и все, и ну, не очень удобно, и никому нет дела. По словам местных жителей, если в ближайшее время никаких действий со стороны городских властей не последует, они готовы самостоятельно демонтировать МАФ. А вот трогать щитовую особого желания нет, ведь неизвестно, подключена она или нет. Денис Шуцила, Сергей Коняхин, Телеканал Круг. Официальный дистрибьютор автомобилей Митсубиши в Украине, компания ММС Украина, организовала для одесситов уникальный тест-драйв новых моделей автомобилей при участии японской легенды ралли, двукратного победителя ралли Дакар, гонщика Хироши Масуока. Хироши Масуока – мировая легенда ралли. Его наиболее заметным достижением стали успехи в ралли Дакар в 2002 и 2003 годах. Он является четвертым пилотом, выигравшим два года подряд эти престижные соревнования. На протяжении всей своей карьеры он являлся водителем Митсубиши, как правило, за рулем Паджеро. Его уникальные навыки и знания используются для разработки автомобилей. В настоящее время он является испытателем компании Митсубиши. 18 июня в Одессе состоялись тест-драйвы новой линейки автомобилей Митсубиши при его участии. Все желающие смогли протестировать и убедиться на собственном опыте во внедорожных характеристиках Митсубиши, а также прокатиться во вновь автомобиле с самим Хироши Масуока. Сегодня я буду ездить на автомобиле Паджеро Спорт. Это флагман нашего модельного ряда. Это новинка. Этот автомобиль стал автомобилем года в Украине. И во время его разработки лично я принимал непосредственное участие. Он отличается от конкурентов тем, что создан как для бездорожья, так и для передвижения по асфальту. Уникальный случай для одесситов. Будет возможность попробовать во всей красе Паджеро Спорт. Почувствовать на себе, как он может обычный серийный автомобиль ехать точно так же, как это делали раллийные Митсубиши. Легендарные Паджеро, которые неоднократно становились призерами и чемпионами Дакара. Само мероприятие организовывалось уже второй год подряд. В прошлом году Хироши Масуока впервые посетил Украину, когда продажи Паджеро Спорт только стартовали. На сегодняшний день модель получила действительно заслуженную награду в конкурсе Авто года 2017. Она идеально подходит как для города, так и для самых экстремальных дорожных условий. Для людей, которые ведут активный образ жизни и любят путешествия, Паджеро является лучшим вариантом. О самих характеристиках автомобиля нам рассказал директор салона Адис Авто, официального дилера Митсубиши в Одессе. Здесь на самом деле 2,4 дизель, но основная его отличие. Это абсолютно новый двигатель для Митсубиши. 2,4, 181 лошадиная сила, 430 тонн в крутящий момент. При этом здесь восьмиступенчатый автомат, который рассчитан на очень тяжелые условия эксплуатации. То есть такие, как мы показываем сейчас на этом мероприятии, то есть на Танке Здравии. То есть он выдерживает и удары, и прыжки, и он может тянуть до трех тонн получать. То есть машина предусмотрена на все случаи активного использования. Поэтому он называется Pajero Sport. Pajero Sport третьего поколения – это абсолютно переработанный автомобиль. То есть он внешний и конструктивно отличается от предыдущей модели. В первую очередь тем, что здесь более жесткая рама стоит, доработанная подвеска передняя. То есть очень много сделано технических решений для того, чтобы максимально повысить управляемость автомобиля. И вот сейчас на этом Тезрае вы видели, то есть гонщик максимально активно едет, то есть даже на гравиной, не гравиной афродовой, а именно на асфальте. То есть он не стоит, цепляется за дорогу, чего, допустим, не могут сделать аналогичные его конкуренты, допустим, ну и более именитых брендов, да, которые фактически не могут на таких скоростях проходить поворот. Также желающие могли испытать и другие модели Mitsubishi, такие как L200, Outlander и ISX. Официальным дилером в Одессе от компании Mitsubishi является салон Adis Auto, расположенный по адресу город Одесса, Люздорская дорога, 5, телефон 048-709-009. Денис Шацила, Андрей Терешников, телеканал Круг. Наш выпуск новостей подошел к концу, дали информацию синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.ком.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения, берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Изовского морей 21 июня в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем 27-29 градусов тепла. Температура морской воды 16 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова